Всем приветики, ребята! Сегодня уже 10 апреля. Я еще здесь, ребяночек мой еще здесь. В общем, как думаю я, наверное, дохожу до конца срока уже. Знаете, когда же обычно раньше ждешь, все получается как раз гораздо наоборот. Это что такое я вообще сказала? Я сама не поняла, короче. Но, в общем, получается все наоборот. И когда ждешь раньше, то и ходишь до конца срока. А когда думаешь, что вот, ну еще у меня есть там пара недель, ничего не получается, да? И ты уезжаешь раньше в роддом. И животик мой пока при мне. Правда, немножко балуется. У меня были еще раз тренировочные схватки. Но я уже как-то так к ним отнеслась. Тренировочные опять, знаете. Когда же это было-то у меня? Мы с 7-го числа отмечали день рождения старшего сына. И вот в ночь с 7-й на 8-й, ну получается уже 8-го, в 2 часа ночи они мне примерно начались. И 2 часа мне не давали спать. Они у меня идут не безболезненные, а как вы знаете, боли при менструациях такие. Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Ну, такие нормальные, в общем, терпимые. Но все равно они меня будят. И я чувствую их. Я специально там в приложении, которое у меня установлено на телефоне, опять замеряла их продолжительность. Продолжительность самой схватки, промежуток. Что, думаю, не дай бог, может быть промежутки будут сокращаться. Тогда поеду в роддом. Даже если они будут не очень сильными. Но промежутки, наоборот, растягивались. Затягивались там, знаете, так, один, допустим, промежуток минута был. Потом, допустим, 10 минут. Потом 4. Потом 6, 7, 7. И там потом я засыпала где-то через 2 часа. В общем, с 2 до 4 я не спала. Это было не очень приятно. Но на следующий день это, по-моему, было воскресенье. Поэтому нормально можно было с утра поспать. Хотя бы не надо было вставать и вести ребенка в сад. Вот. Так все нормально. Я, в принципе, уже готова. Если что, то и поехать. Тем более, что завтра у меня уже 28 недель. Если считать, что мне говорили, что у меня на 10 дней, как бы, на третьем издании говорили, что у меня срок по весу плода, срок, как бы, ставить на 10 дней больше. В принципе, уже скоро. Но иногда некоторые же ходят 41-42 недели. Поэтому я, как бы, не особо тороплюсь. Вы знаете, так каждый вечер засыпаю. Думаю, что, наверное, уеду. Каждое утро просыпаюсь. Вау, у меня еще есть один день. Я думаю, что я уеду ночью. Так как с тренировочной схватки у меня были оба раза. Примерно в один и тот же промежуток. Это с 2 часов ночи до 4 утра. 4 это уже утра, а 2 это ночи. Вот. С 2 до 4 я думаю, что я в этот промежуток уеду. Но думаю, что это, в принципе, даже хорошо. Потому что, если в 2 часа начнется, то я рассчитываю часов за 5 родить. К 7 утра я уже буду абсолютно свободна. Шутка, конечно. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Такие вот дела. Вчера у нас было лето-лето, плюс 12 градусов. Сегодня у нас вдруг снег повалил. Когда ребенку старшему нужно было идти в школу. Такой снегопад, что школы не видно. Хотя она находится в 5 минутах ходьбы. И ее отлично видно из окна. О чем еще хотела поговорить, даже не знаю. А, вот. Я начала опять на Варкзиле что-то там какие-то задания брать. Записывала сейчас отзывы на Варкзилу. Один отзыв. Ну, такой типа отзыв. Но я считаю, что можно такие отзывы записывать, если тебе за это платят деньги. Небольшие, конечно, деньги. Вообще там больших денег не заработать. Но хоть что-то подработать. Просто так-то я не могу сидеть. Мне хочется все равно что-то. Хоть какую-то денежку заработать, что-то иметь. Вот. Тем более я же люблю всякие. Сами знаете, секунды. Детские вещички, что-нибудь заказать. Такие вот дела. Что еще я хотела вам рассказать? А, у меня эта неделя очень ответственная. Мне бы надо еще... Сегодня 10-е. Еще хотя бы 11-е, 12-е число. Хотя бы мне надо. Потому что завтра 11-го. Мы идем на предварительное тестирование в школу с младшим. Типа собеседование такое, где ему позадают какие-то вопросы. Что-то он там порешает какие-то задания. Может быть, что-то попишет. И может быть, еще там будет не психолог, а как. Логопед или психолог-логопед. Не знаю. Еще, наверное, будет логопед, который также за его речь... Его тоже поспрашивают, там разные слова, чтобы понять, как он разговаривает, его речь. Но, знаете, наверное, что развитие мозга, развитие речи, это все взаимосвязано. Вот. А 12-го числа собрание в школе. Я, на которое я тоже хотела бы пойти у старшего уже сына. Еще 12-го числа анализы в саду. Кровь нужно, мочу, что-то такое. В общем, я бы тоже лучше сама принесла, чтобы... Муж может забыть, в общем, может все случиться тут без меня. Не знаю, как они тут без меня будут целых три дня. И вот. Потом, по-моему, у меня на 13-й запись к этому... К андокринологу. Тоже можно было бы сходить, если бы еще не уехать в роддом. И вообще, я же говорила уже, да, снимала на улице, что мне нравится 19-е число. Знаете почему? Я не знаю, у вас бывали такие совпадения или нет. Но когда еще работала, звонит мне один абонент. И я смотрю на экран, и там у него, короче, фамилия Артемьев, имя Александр, отчество Андреевич. У меня старшего сына зовут Артемий, среднего Александр, а младшего я очень долгое время хотела Андреем назвать. Я смотрю такая, я офигеваю, думаю, ничего себе, сколько времени? 19.04. И я стала думать после того, что, наверное, 19 апреля я ржу. Но сын у меня будет не Андрей, правда. Может, правда, он хочет быть Андреем. Но что? Что с ним делать? Если он хочет быть Андреем... Почему я хотела назвать Андреем в честь Андрея Миронова, он тоже Андрей Александрович. Мне очень нравится Андрей Миронов, и вообще Андрей тоже такой нормальный. Буква Р есть, все в порядке с ним. Но очень... Андрей все как-то очень быстро умирают. Помимо даже того же самого Андрея Миронова, который умер достаточно рано, вот, буквально вот рядом есть Андрей, который там в 30 лет. Нету 30 лет, все уже. Сердечные приступы или там еще что-то. Какая-то болезнь вдруг напала, и все умерли. Короче, я после этого передумала Андреем называть. Назову Ромой. Вот, но 19 апреля я собираюсь рожать. Не знаю... Не знаю, как Рома собирается. И не знаю вообще, когда будет на самом деле. То есть, ну, это так. У вас вообще бывало-то какие-то такие смешные? Не то что совпадения. Мистика, совпадения, еще что-то. В общем, я удивилась. Вот, такие дела. Сейчас еще видео буду для вас одно снимать. Это, наверное, в какой-нибудь влог вставлю.